Всем привет, дорогие друзья! Разбор демок, значит, как обещалось. Прошло, конечно, много времени, но вот именно вот на такой контент, не полу-лайф, который записывается там с тутсами и ребятами, ну, в частности, скажем, с нашей командой. На такой контент не всегда находится, так сказать, настроение, желание, время. Ну, в первую очередь, конечно, желание, наверное, потому что было бы желание, время найдется, да? Ну, в общем, не важно. Давно висят демки Кошакова, там еще есть, еще есть демки, которые тоже, до которых я, скорее всего, дойду, но они уже старые, и эти демки уже старые, но все равно давайте пройдемся по, так сказать, потому что есть, возможно, для Кошакова это будет полезно, но это в частности для Кошакова. Остальные могут посмотреть и, может быть, чему-то полезному, так сказать, что-то полезное для себя увидеть, услышать. Первая карта был Highway, стрейф-карта, 20 секунд рекорд. Вообще, если... ну, Defrag это про... Так сказать, про рекорды, да? Поэтому, если мы хотим сделать рекорд, то в первую очередь нам надо делать здесь преджамп. Финиш не очень мне понравился. Ну, давайте поподробнее, так сказать, немножко, по некоторым моментам. Ну, во-первых, очевидно, здесь делаем пиджамп. Допустим, все окей. Нужно... я не уверен, как сейчас. Это демки достаточно старые. Я думаю, там, типа, полгода, да, наверное, прошло. Или даже больше. Но, когда меняешь зоны, нужно... Нужно менять их через кнопку вперед. Тогда ты не потеряешь скорости, и лучше зона будет задействована. Там промахнулся по зоне, но это, скорее всего, из-за того, что скорость такая специфичная здесь получается. Вообще нужно, как бы... Если делаешь преджамп, по идее, ты идешь быстрее по скорости. И тогда ты падаешь вот на эту рампу. А так, получается, у тебя что-то среднее. И ты прямо почти на центр вот этой... Там, где нет рампы, почти на центр этой платформы падаешь. Это, конечно... Ну, такие моменты нужно, типа, отслеживать. То есть, ты видишь тут две рампы, и ты попадаешь именно между. И нужно, как бы, внутри себя сразу должен быть такой триггер, типа, Ага, значит, я должен либо делать низкий даблджамп, то есть, под углом, чтобы попасть на первую рампу, Либо идти быстрее. Как идти быстрее? Ну, чтобы попасть на вторую рампу. Как идти быстрее? Делаем преджамп, либо улучшаем технику снабзон. И здесь, как бы, слишком рано начинаешь уходить влево. То есть, во-первых, здесь была ошибка, что ты начал... Ты построфил вправо, то есть, ты выровнял свою траекторию. Ты, получается, как бы идешь прямо, но тебе нужно здесь идти змейкой. Поэтому лучшим вариантом было бы здесь, если бы ты два раза, типа, два прыжка, скажем, построфил в левой зоне, Ты бы сместился больше влево, тогда ты бы потерял меньше времени на выравнивание своей траектории. Потому что так получается, у тебя слишком большая дуга траектории твоей. И ты теряешь очень много скорости здесь. А финиш здесь тоже надо прям выжимать все. Поэтому, скажем, если ты заранее подготовил себя в левую сторону, да, То здесь ты немножко даешь себе траекторию вправо. И при этом ты можешь продолжать стрейфить. То есть, тебе не нужно всю вот эту комнату проходить только поворачивая. Такие моменты тоже надо отслеживать. Это достаточно часто встречается. Это очень такое шаблонное... Как бы поворачивал вплоть до финиша. Ну, на финише я чуть-чуть добрал скорости, но как бы да. Вот. Это, я думаю, по булл хайвэю. Наверное, все. Ну, стрейф мы стрейф не очень, так сказать. ЛКР-ка, честно, не знаю, что тут говорить. Потому что в целом тут, что, 4 ракеты. И пройдено хорошо. Но, естественно, надо, скажем, первый граунд буст хороший. Второй надо побыстрее. Типа там на полтинниче купцов. Третий... А, ну, 3 ракеты, да? Третий надо тоже просто побыстрее. Ну, типа, из-за того, что у тебя предыдущий рокен будет быстрее. У тебя в итоге будет следующий ГБЛ выше по скорости. Ну, и вот это все. Это, так сказать, друга-друга-друга зависимые части. Это тоже, кстати, важно понимать. Потому что иногда забываешь, что ты думаешь, что... Блин, вот с этой бы ракеты, типа, побольше упсов выбить. А чтобы выбить с какой-то ракеты побольше упсов, нужно, чтобы у тебя перед ней было больше упсов. Ну, в основном это так работает. Не знаю, по ЛКР-ка... Как бы, стараться лучше практиковать ГБ. Это карта ЛКР-ка. Вообще, чисто вот, чтобы ГБ тренить. Больше ничего такого там нет. То, что задел пол, вот этого нужно избегать. То есть, ты, например, если ты играешь на рекорд, если ты задел пол перед дыркой, и это, как бы, тебе это не нужно. А здесь это не нужно, потому что здесь большая высота. Ты в любом случае успеваешь выпустить ракеты вниз. Ты, как бы, никаких обувь там, ничего нет для соскальзывания. То есть, если задевать пол не необходимо, то этого нужно избегать. То есть, ты задел пол, все, это рестарт. Тем более, что он на старте, 2 секунды всего. Это нужно просто рестартить, и все. Хороший 2Х. Еще один хороший, скажем, 3Х. Ну, не скажем, а так и есть, так сказать. Хороший 2Х. Ну, да. Ну, вот единственный, я думаю, здесь момент, который можно прямо улучшить. Понятно, что качество, типа, ну, от чего здесь время строится, это качество всяких 2Хов, 3Хов, то есть, качество рокет-стаков, которые ты ловишь. И, естественно, старт. Старт. Что по старту можно... Ты пробовал от задней стены вот от этой стрелять? То есть, тут можно попробовать поэкспериментировать, как себе увеличить скорость, потому что глобально... Ой. Где? Можно видеть? Ну, ладно. Типа, глобально, по идее, может быть, быстрее, что ты выстрелишь от этой стены. То есть, ты делаешь, типа, один прыжок. Ну, скажем, если тебе удобно в эту сторону, то получается вот так вот, да? Делаешь прыжок, стреляешь и делаешь ГБ. Тем более, с ГБ, я смотрю, у тебя не особо прям проблемы. А потренировать такие рокеты было бы неплохо. То есть, именно на, типа, на сколько это? Ну, на 90, да. На 90 градусов получается. Слишком сильно... Ну, в детали, да? Уходим. Слишком сильно ударился об стену. Ну, такие моменты, и когда ты смотришь свою демку, а свою демку лучше смотреть, особенно... Ну, я не говорю всегда, да? Скажем, свою демку нужно смотреть тогда, когда ты не уверен, как ты можешь еще улучшить тайм. То есть, ты, типа, стакнулся, ты застрял на одном тайме, ты не знаешь, что можно улучшить. Просто включаешь демку и тихонечко, прямо медленно смотришь за, скажем, за основными параметрами. Это скорость, там, траектории и прочее, прочее. Где-то, может, можно больше пострейфить. Где-то, может, ракету можно пораньше стрельнуть. И вот это все. То есть, здесь ты потерял 100 упсов, из-за чего получаешь 1500 вместо, там, скажем, 1600. Потому что 100 упсов в минусе. И это уже... 100 упсов это уже много. Нужно это понимать. Ну, и ракету здесь повыше чуть-чуть себе дать. Тем более, я думаю, создается впечатление, что если скорость будет повыше, то будет попроще. Может, здесь еще что-то можно придумать, я не знаю. Подожди, а ты задел пол? Как-то я не это... Ты же задел пол, да? Да, да. Вот ты чуть-чуть задел. И суть не в том, что ты, типа, ой, да я, типа, краешком задел. Суть в том, что ты падаешь... Ты начинаешь падать только сейчас, после того, как ты задел. Потому что ты задел пол, у тебя обнулилась твоя вертикальная скорость, и ты снова ее начинаешь набирать. А суть падания в любые дырки в дефраге, скажем, да? В дефраге. Падать в дырки в дефраге. Суть падания в дырке в том, что тебе нужно начинать падать как можно раньше. И если ты еще можешь себе помочь каким-либо образом набирать эту вертикальную скорость, то есть отстрелить себя вниз там... Наверное, это единственный, да? Отстрелить себя вниз, если можешь, то вообще прекрасно. Плюс, я думаю, тут достаточно высоко стоит попробовать... Я не знаю, ну, может, ты пробовал, но, скажем, для всех, да, как вот я мыслю, стоит первым делом попробовать себя отстреливать вниз, потому что... Почему бы и нет? Как бы здесь достаточно высоко, можно попробовать отстрелить себя вниз. Либо, чтобы сохранить... Ну, так, по порядку. Допустим, мы отстреливаем себя вниз, но кулдаун не позволяет нам кинуть 2х вниз, да? То есть мы успеваем, как бы, условно. На бумаге мы успеваем, но кулдаун не успевает. То есть мы отстреливаем себя вниз, кидаем первую ракету, а вторая ракета откатывается только, когда мы уже, скажем, приземлились, и первая ракета взорвалась. То есть оно немножко не в тайминге. В этом случае... Что мы делаем? То есть это в любом случае... Ну, мы пытаемся ускорить наш тайм, да? В этом случае... Мы стреляем ракету, тем более у нас скорость хорошая, мы стреляем ракету наперед сюда. И тогда... Как бы вот мы стрельнули... И когда мы... У нас, во-первых, кулдаун... Становится в порядке, потому что мы ракету не только сейчас при касании стены стрельнули, а мы стрельнули раньше, да? То есть у нас... У нас... У нас снова все в порядке с кулдаунами, и при этом нас толкает вниз быстрее. Я думаю, что вот это был бы вариант. То есть это... Это был бы даже, я думаю, как бы вариант, наверное, который стоит пробовать. Ну, тут, наверное, можно получше словить, да? Как-то 2Х. Ну, я не уверен. В целом, вроде, хорошо словил. Эти 2Х, которые без третьей ракеты, ну, то есть без вспомогательных каких-то вещей, просто 2Х и сёркл там, или ещё что-то, это всегда такое. А, есть вариант, знаешь, какой? На некоторых картах встречается... Ну, вот как раз, если кто-то смотрит английские, так сказать, версии, мы как раз говорили вчера, что... А что я хотел сказать? Я забыл. Ебать, я прям забыл. Я вот и говорю-говорю, и я забыл. Всё, это старость, деменция, изофрении, вот это всё. Здесь можно попробовать... Ой-ой-ой. Ракеты жужжат. Здесь можно попробовать кидать в стену. Потому что от стены, в теории, ты можешь получить больше скорости. То есть ты приземляешься рядом с стеной, в Wall Strayfish, что тоже в целом эффективнее должно быть, чем Circle, какой-то полусеркал. Ну, может, прям неэффективнее, но в целом Wall Strayfish должно попроще быть. То есть кидаешь ракеты куда-то вот в угол, условно, Wall Strayfish, и потом прыгаешь. Если у тебя будут проблемы с тем, как... с тем, что ты не успеешь высоты нормально набрать, ну, кидай пораньше, попробуй чуть-чуть. Но мне кажется, так может быть быстрее, чем вот так вот ловить. То есть ловил в целом хорошо, но мне кажется, если кидать их в стену, что будет лучше. Сушать стены. Ну, я на какой-то карте это встречал, и... А, про что говорили. Точно, что опыт, опыт, что количество карт, которые ты поиграл, количество, скажем, триксов, количество всяких штук, которые ты делал на разных других картах, оно очень сильно влияет, потому что ты весь, скажем, накопленный опыт через все карты ты применяешь к своей, скажем, следующей новой карте, которую ты еще не играл. Поэтому, ну, то есть вот я, я помню какую-то карту, я не помню даже, что это за карта, что там надо было делать, но я помню вот этот момент, что ты падаешь, тебе надо кидать ракету вниз, и я помню, что было быстрее, если ты кидаешь ее в стену. Все, это все, что мне надо помнить. И я, естественно, могу вот это здесь применить. Тут дальше вопрос тестов. То есть здесь может быть именно нужно 2х, потому что слишком высоко нужно, ну, то есть именно в пол, потому что надо повыше. Либо надо как-то одну в угол, одну в пол кидать, чтобы одна была, скажем, на скорость, а другая на высоту. То есть вот эти все манипуляции маленькие, это все делается через тесты. Естественно, если мы хотим играть сильно, то нам нужно стараться, так сказать. Дефраг, это не только... Это редко, когда получать удовольствие и в основном это страдать. Ну, про эту, про феркап, это все. Пункт аньон бэкварц, хорошая карта. А здесь, по-моему, какой-то более большой приджам был. Я точно не скажу. Сразу, ну, я демки, естественно, уже посмотрел, чтобы примерно понимать, что говорить. Сразу скажу, что свой спейсинг нужно в этом случае нужно очень сильно подравнивать. Потому что вот ты прыгаешь, прыгаешь, и вот ты, получается, ты пересекаешь линию старта и уже сейчас ты должен стрелять. А получается, что ты стреляешь через 300 миллисекунд. Ну, условно. А 300, ты понимаешь? То есть, ты стреляешь, ты делаешь все то же самое потом, скажем, да, в демке, но ты стрельнул раньше. И получается, что ты как бы на 300 быстрее бесплатно. Это просто бесплатные 300 у тебя здесь. ГБ хороший. Ничего сказать не могу. Здесь странная ракета как будто не взорвалась. Это бывает. Здесь лучше, конечно, не просто в пол, а диагонально как бы, да, в угол стрелять. То есть, не, скажем, не вниз, а диагонально стрелять. Чтобы и скорости тебе дало хотя бы чуть-чуть и высоты. У меня, по-моему, есть демок на этой карте. Я могу показать на самом деле. Посмотрим, что я там сделал. Ну, ладно. Но тут на таких скоростях тяжело уже ГБ всякие там крутить, вертеть, чтобы оно качественно было. Вот эта ракета тоже могла бы быть получше. То есть, понятно, что на высоких скоростях оно тяжелее контролируется, но нужно все-таки типа не стопсов с ракеты отбивать. Понятно, что здесь тебе нужно идти налево, но при этом угол может быть не такой прямо тупой, да, ну, в плане геометрическом не такой тупой угол. Угол может быть поострее от стрела. Можно получить больше скорости. Здесь заскимил. Ну, вот эта ракета получается чисто в высоту, ну, не знаю, не знаю. И вот это чисто на финиш. То есть тут нужно думать тогда именно про роут, потому что получается, что у тебя многие ракеты, они идут только для того, чтобы тебя куда-то толкнуть в нужную сторону. И ты с них скорости не получаешь. Карта маленькая. Это Rocket Run. Я, так сказать, специалист по всяким таким штукам. И тут нужно в первую очередь подумать глобально о роуте. То есть может как-то вообще переконструировать весь ран, весь роут, потому что наверное если количество ракет, которые тебе не дают почти ничего для того, чтобы идти быстрее, их как бы несколько штук, нужно об этом подумать. Давайте посмотрим, если у меня есть пун, что там пун, пун, что-то бэквардс, а каньон бэквардс, 9,8 я не запомнил сколько у тебя. Да, вот он при джам типа подальше, да, а я то же самое, но у меня 200, ладно, у меня 200, ладно, у меня 200 здесь. Смотри, сколько скорости, ля. Во! Я приземляюсь на ящик, потому что если я приземляюсь туда вниз, например, да, как ты, то мне нужно, типа, если скорости много, есть шанс, что я ударюсь сюда, и, во-первых, во-вторых, я получу очень мало скорости, а так я стреляю, вот у меня плюс 200, я уже где-то наверху, то здесь я могу дать вообще фулл ракету почти на 300, поворачиваю, но здесь много в роуте зависит именно от, я так понимаю, скоростей, то есть старт решает, получается, стартовая скорость очень решает в ракетранах. Здесь почему-то минус 100, но я типа ударился и стрельнул ракетой, ладно. МГБ А я тоже через лево, да? но при этом скорость все еще дают, так сказать. Так, фулл скорость, так сказать, посмотрим. Ну, по идее, для оптимизации, скажем, нужно старт подравнивать еще, то есть можно еще быстрее старт сделать. Ну, да, здесь, видимо, я не знаю, может, что-то можно сделать, я не говорю, что мой роут единственно правильный, правильно? Поэтому нужно думать, мне кажется, роут можно улучшить. А, 11, ну, давайте еще раз посмотрим, а то что-то, ну, 20 минут нормально, верно. То есть ты можешь сделать лучше старт, ты можешь сделать, ты можешь получить больше скорости, даже если у тебя будет не получаться прямо намного больше скорости, ты все еще можешь использовать, например, идею с тем, что ты падаешь на ящик, вместо того, чтобы падать вниз, тем самым у тебя будет во второй части карты больше скорости. То есть глобально здесь рокеты нормальные, ГБ здесь может быть получше, то есть тебе нужно вот в эту стену врезаться С более таким, скажем, хорошим углом, чтобы потерять меньше скорости Откуда-то музыка пошла Ну да, ну глобально такие дела Упс Так, ну и зил пон пон Эта карта достаточно, кстати, сложная В том смысле, что здесь нету среднего, так сказать, роута Здесь либо ты идешь медленно, либо идешь быстро И при этом быстрый роут, он очень сложный Ну это как я помню Может быть сейчас скажут, что What the time, easy road, что ты ей рассказываешь? Может быть Во-первых, стартовать нужно как можно дальше от старт-линии Потому что здесь ты почти впритык А у тебя хейст И типа, то есть нужно Во-первых, сколько у тебя сёркал? 770 Типа, ты можешь стартовать прямо от стены почти От задней И это уже будет чуть-чуть быстрее Даже может быть не чуть-чуть, а прям быстрее По-моему А ты с опами? Да, ты с опами По-моему, ты приземлился на рампу И не получил скорости Мне показалось А? 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 Ага Типа, если ты Такие вообще нужно Такие вещи нужно Отслеживать прямо в ране Ну стараться То есть ты Ты должен понимать, что здесь тебе должно Ты типа падаешь с высоты на рампу Тебе должно дать много скорости Тебе не дало скорости Всё, ты это рестарт Это сразу рестарт Потому что Если ты с рампы не получаешь какую-то скорость Это Ну это забей вообще Такое дальше играть То есть в остальном Ну если ты будешь Я не знаю Ты может уже улучшил Всё это там И так далее Да, но мы говорим Про то, что имеем Я уж новые демки не стал запрашивать Надо хоть старые разобрать Ну здесь Как бы вариантов немного Ты либо идёшь Вот так вот справа Да Как бы дугой Либо ты приземляешься Как-то криво-косо Вот на эту рампу И потом дострейфливаешь По-моему В случае Вот скажем Среднего роута Такого Уродливого Среднего роута Который тут Наверное Скажем Да, всё-таки есть Нужно приземляться Вот сюда И потом дострейфливать Потому что Вот так идти Это по-моему Долго То есть у тебя здесь Должно быть По идее Намного больше скорости И по идее Если ты Скажем Ловишь ту скорость От рампы Если ты всё ещё идёшь Вот этим роутом Дугой через справа Ты будешь влезаться Вот сюда Или будешь вообще Где-то вот Типа Ну Намного дальше Находиться здесь То есть Вот этот Этот вариант роута У тебя сразу отпадает И у тебя не остаётся Варианта По идее Кроме как Падать вот на эту рампу А падать на неё нужно По-хитрому То есть нужно заранее Себя Вправо Немного уводить Чтобы на эту рампу Не просто Типа в тупую упасть И потерять всю скорость А хотя бы Как-то вот под углом Чтобы Потерять Так сказать Но не всю скорость В остальном Да Ну прямо Как типа Стрефить И мы наверное Не разговариваем Про это Это всё дело Скажем На игровке На дело опыта Поэтому Да Так что так Я думаю На этом всё Спасибо Так сказать За внимание Спасибо за просмотр Не знаю Что там Я не помню Кто это Уиннн Не знаю Что тебе не нравится Как бы Ещё 4 лайка Поставили До свидания Так кстати Я делаю то Что мне нравится Потому что В целом Я хочу делать Всё ещё контент Кстати Скоро Относительно Скоро будет Новый формат Турнира Мини турнир Такой тестовый Проведём Ждите анонсы На Devcoms Если кто-то Смотрит Это видео А в целом Ну Обзоров не ждать Стримы Может быть Дефраг Я уже не играю Потому что Очень много времени Это занимает Играть Не на первое место Я просто Не хочу Мне не позволяет Так сказать Моя Психологическая Составляющая Если играть То играть По-крупному Но Играть по-крупному В целом Я могу Но тогда У меня не будет Личной жизни А без личной жизни Я не хочу Поэтому Все Будем Так сказать Ждать Дальше Контента Я думаю Следующий Обзор Английский Будет Также Там В субботу Воскресенье Кому Что не нравится Можете Просто Не смотреть То есть Я не знаю Ну Меня Да Меня Немного Это Скажем Напрягает Что Что-то Тут Гадости Какие И пишут У нас Комьюнити Достаточно Маленькое Можете Не знаю Наслаждаться Хоть Каким-то Контентом Который Выходит Потому что Больше Никто Ничего Не Делает Ну В целом Ну Кразиал Может Стримит Но Ладно В общем Все Всем Спасибо Всем Удачи Всем Удачи